доброе утро друзья день рождения начинается праздник намечается пообщались с вами на стриме всем спасибо просто миллион сообщений невероятно просто приятно сейчас еду разгружать новый проект точнее еду вот на мою днюку сколько через 4 минуты он приедет сюда конечно проблемка такая колесо мы накачаем она уже бампером цепляет ту сторону мне сегодня на день рождения в датчик старбаксах в бобах везде короче бесплатный напиток поэтому надо объездить максимальное количество дачи желательно и по несколько раз платный напиток я думаю мы здесь будем еще пару раз за сегодня точнее в разных дачах поездили с димасом некоторых запчастей купили и еду домой потому что через два часа мы выезжаем в ресторан ресторан мы когда так помните по-моему на 14 февраля или когда хотели сюда попасть вот но у них только по резервации вот теперь уже четко забронировали на днюху на 6 8 минут и идем поели попили дима говорит они выехали короче просто машина перестала заводиться без всего без признаков жизни и даже не прокручивает вообще ничего а вроде если хочешь подкатывай или еще один дач короче они уже не делают фишку когда вы в каждом даче по несколько раз можете брать вы должны с приложения добавить свою айишку и тогда на днюху вам дают один дач там мне просто большой просто так здесь она говорит эти бы медиум бесплатно сделать наши стоят они на двух машинах я просто думал они на эмика одной туда и прикуривать не надо и что тут у вас пацаны они не ели достать крюк у меня есть крюк по идее да смотрите вот тесловский крюк она куда он у тебя спереди да подходит я насколько по ним вкручиваю закрутилась но но видите как шатается димон а наш так что то не должно ну а попробуй потянуть только она закручивать учета влево нет так ты откручиваешь прикинь я тоже не понял я тоже не полшет что-то было а какие симптомы никаких только тут потеплее так маленькая рокировочка если вы не поняли что дима имел ввиду под словом тахо это значит новый мотор это ключевое слово тахо сейчас я думаю моего коллегу оттовая и я олегу наберу у него там было много свободной парковки сейчас я даже но видите как порядочные люди оттаскивают а порвался или крюк вырвался так они пробуют они уже привязали к усилищам под капотом оставляем машину где-то здесь я конечно знаю что они собираются делать например завтра единственное наверное эвакуатор вызвать вот просто факт в том что вас остановят полицейские если вы будете так тянуть машину это нелегально здесь я знаю странно мы все привыкли таскать машины на трассу вот такие вот калифорнийские странные правила в некоторых штатах нельзя но почти во всех запрещены то есть типа машины обычно перевозят только на таких вот как мини-трейлерах вон они его оставляют где-то на улице я говорю оставить чтобы непонятно ты приехал сюда за запчастями туда или а давай да видишь знаков запрещающих нету тут можно эми кайфует вообще говорит что починили что заклинило а что было заклинило но она плохо я короче не знаю плохо проворачивать сейчас вроде проворачивается проверну меня у знакомого в 8 заклинил так там не столько сил и мы знаем этого знакомого общий знакомый можно сказать и так все давай иди тыки попробуй сейчас мы этим ключом вырубить тот я не хочу мертвы бмв под капотом его мы можем этот мотор тебе под капот поставить будет в 12 о да все 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 стой 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 слышишь теперь главный вопрос вечера когда он менялся он знал что мотор приходит в смерть чине но не думаешь не вдруг он знаешь одинокими вечерами засунул эндоскоп и узнал что почти конец так слышишь получается моя репутация тоже сейчас страдает я уже в 30 очень хороший кузов у кого он не был шоу марка шоу меня все четенько ну знаешь раз на раз не приходится эти такие люди что и настолько часто юзают эвакуатор если даже делятся эвакуаторами друг с другом это знаешь можно на днюху друг другу карточку на эвакуацию дарить братан с любовью на следующий др у меня уже поэтому все ребята вызвали эвакуатор забираем провода оде правда были куатор уже едет 40 минут парни успели съехать за едой ждем тут так улица разборок но когда поздно здесь уже никого нет остались вот только ну хотя смотрите вы вы стоите по сути как те машины а ну хотя его сегодня увезет эвакуатор поэтому и цуки помимо того что мы ждем уже сколько получается 40 сколько 7 минут она тебе сначала показывала мы уже он говорит 27 после то есть короче час 20 мы уже ждем эвакуатора он говорит что ну там ошибочное время говорит думали что произойдет так говорит вы сейчас 3 в очереди вот и говорит как только подойдете к третьими эвакуаторщик к вам выедет то есть это типа понял сейчас не знаю часа может ну он говорит я даже не знаю примерно время говорит у нас нет типа эти эти по время примерно вот я думаю сейчас делаем cancel request и и завтра потому что ну я не знаю люди уже в 9 домой едут 10 жалко что пришлось полтора часа ждать доброе утро друзья первый день восемнадцатилетним короче я решил делаем конкретные перемены меня долго мучил вопрос да и в целом начнем с того что я вчера вечером вот как только тот же день дня рождения сразу же подался на много кредитных карточек естественно apple мне не одобрила куча банков не одобрили потому что у них прикол такой чтобы вам выдали кредитную карточку у вас должна быть кредитная история а кредитную историю вы строите когда у вас есть карточка а когда нету карточки вы ее построить не можете а чтобы ее получить вам нужна кредитная история и это все ходит по кругу именно та карта которую я хотел больше всего открыть эта карта от банка discover получается вы им присылайте 200 долларов они эти 200 долларов кладут вам на кредитную ливнию и вы то есть с этими 200 долларами играетесь и так они видят что вы типа раскачиваете свою кредитную историю и ваш скор повышается я там кредиты не беру мне особо это не нужно я вам уже рассказывал что в америке все завязано на этот кредит скоро то есть если я хочу снять дом если я еще что-то хочу снять везде нужен вот этот кредитный рейтинг абсолютно везде проверяют и тут мы мягко вливаемся в следующую цель это принести первые взносы купить дом типа до 19 лет то есть типа год обратный отсчет пошел такая себе инвестиция и помните я закрывал красти карты говорил что у меня на уме есть американские проекты которые я хочу делать на американский рынок который по масштабу будет больше проект над которым я могу работать который будет классный который будет перспективнее чем красти карт так вот перед тем как я купил свое жилье меня просто по всем фронтам сейчас не одобрят поэтому есть варианты подписать контракт на год что я буду год каждый месяц платить за например студию студия или двухкомнатная будет идеально подписываем контракт и перестаем посуточно на airbnb в чем проблема мало кто это допускает вторая проблема у меня нет никакого кредит скоро то есть меня легко не одобрят поэтому нужно искать скорее всего русские апартменты с менеджментом договариваться и у нас здесь по месту есть и лайжа корифан и вот его медийность выстроена так что у нас в городе может отчасти в калифорнии его знают очень многие на а вы естественно нет в других городах скорее всего тоже в общем то у него тоже есть довольно небольшой youtube канал и помимо разных инвестиций в дома которые он продает покупает у него есть то ли 6 то ли 7 airbnb которые он сдает точно также он договаривается что он платит какую-то месячную ставку например тысячу долларов дает посуточно и там может вынимать с каждой из этих квартир и там тысяча полторы две в месяц я хочу попробовать эту схему если она будет рабочая открывать их больше и больше и больше и получается сдавая 7 airbnb можно например выйти на доход в десятку столько с этого в месяц для меня сейчас это звучит супер перспективно дальше следующий этап это уже покупать свою недвижимость и чтобы люди которые заселяют с airbnb платили за вашу ипотеку просто прийти купить квартиру вынять с кармана так никто здесь не делает потому что дома стоят 500 600 700 тысяч долларов в миллион когда вам удобно будет я могу на упал подъехать друзья есть шанс что мы где-то 334 будет там и там будем на протяжении трех часов а вот и сережин подарок приехал раньше чем нужно было но прекрасно я сейчас за запчастями на проект на автоканал он руки черные помыл и в домашних тапочках во всем полетел нужно запчасть поменять вот поменяю и лечу обратно ее менять и потом на встречу с каррифаном не думаю что успею закончить но поменять запчасть успею и то ли вечером потом сегодня закончу то ли уже завтра все выезжаем на встречу с каррифаном то он на сделке задержался вот теперь я на 10 минут задерживаюсь в общем сначала думали встретимся в 4 4 30 встречаемся по итогу почти в 6 но не беда при тому все равно пару часов на том объекте я насколько понимаю съезжаю нужно убрать и все прочее чем больше гостей вы принимаете в месяц тем чаще нужно убирать то есть нужно понимать что нужно будет найти скорее всего кто сможет убирать по идее я могу но вы понимаете и я сам отчасти понимаю я не та домохозяйка которая доводит до идеалов airbnb у него прям в супер классном месте вот здесь мы в кофейню ходим pur choice прямо здесь там классные так это город аубурн у него очень красивый центр сюда даже некоторые выбираются чисто почилить на выходные здесь же аубурн мост сразу же буквально я не знаю минут десять отсюда короче очень классное место именно по геолокации прямо вы едете когда прям к мосту и вот здесь вот в минуте реально у него сдается его airbnb место реально выигрышное и вместе с приемлемой ценовой политикой это как бы обеспечивает ему полную занятость на три четыре пять месяцев у него можно реально поучиться в том плане что он у него всегда все забито и вот его prius рад познакомиться здесь вы видите работа в процессе мы хотим создать америку сороковых годов такие старинные винтажные штуки продавать не только жилье экспириенс да ну конечно вся фишка в airbnb это экспириенс ну да ты едешь не просто если бы ты уже хотел просто переночевать иди в мотель самый дешевый а тут люди хотят пожить допустим у меня люди с нью-йорка приезжают и у них там родственники друзья на свадьбу куда-то приезжают и они хотят прожить в этом в старинном городе аубурн такой горный городок такая классическая америка здесь даунтаун не проехать есть кафе что прикольно я только ехал рассказывал пурчо здесь мы хотим создать у нас на этот форплекс дом снаружи увидеть четыре квартиры в одном доме это наш второе на другой стороне когда мы купили дом мы сразу его мобилировали тоже таким старинным образом сдавали раньше его сдавали за 800 бакс мы его стали сдавать за 1500 здесь женщина жила за тысячу сентой за 700 баксов 50 она добровольно съехала мы мобилируем его а раньше шла просто по контракту подписала жила три года здесь я понял она съехала для нас возможность мы и мы тоже мы тоже пытаемся как иммигранты мы там все за лайфхаки всякие сэкономить мы на аферапе нашли кровать избили цену за 200 баксов или 250 это где-то за 50 баксов то за баксов 40 телек новый конечно ну тоже на ebay я самую классную цену нашел смарт тв вай фай мы разделяем соседским вай файм то есть достаточно один аккаунт электричество мы берем на себя вода на себя мусор на себя короче у нас в итоге мы чуть больше платим а зато мы зарабатываем с него выходим его сдать за 1700 месяц либо за за 100 баксов в ночь мы не особо хотим ежедневно у нас есть что выбираться раз пару месяцев а мы не хотим каждый день приезжать сюда убирать либо нанимать работников хотя можно но это больше суеты там да да я и вы находитесь где купить вот это все я это делал нас сейчас 7 rb и нас прикольную тема более долгосрочных мобилированных аренд то есть на месяц на два на три на шесть нас живут люди мобилированы на год то есть они платят дороже ремонт вы делали или остался смотрю свежо так ну вот он все сделал что мне прикольно с ним работать я не знаю у меня либо стереотип с американцами у них какой-то подхода они после себя так выбираются сделать и заметутся уберут труд у меня когда русских я нанимал наших иммигрантов они там варили все поделали по штукатурили на полу валяется куча краски штукатурки неприятно а здесь я пришел все блестит дедушка мало того что он очень классно цену берет за 100 баксов день где стандартный handyman должен зарабатывать минимум 200 надо да у него просто друга моего партнера поэтому я на днях заглянул в афишу в отдел рентами за 18 года 17 как только приехали за 500 долларов сдают именно ван бедром что-то такого 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 уже нету до итоге цены взлетели есть шанс если у нас будет подвернется тема апартин комплекс это моя такая страсть я хочу купить комплекс и его уже наполнить своими иммигрантами и сдавать я с 2015 года вообще в эту тему зашел 6 лет назад моему пацану был один годик мой друг сергей ткачев пришел ко мне в гости и говорит там он разговаривал с кем-то о домах недвижимости на было по 27 лет и я спрашиваю серега смысле тебе 27 лет и ты управляешь форплексом домом тем там там в том во флориде в лос-анджерс в смысле ты же ты же не олигарх ты просто чувак который я знаете могли он начал мне объяснять да можно может это все для абсолютно любого человека я ничего не врубаю я далек от этого я просто графический дизайнер работаю сельхонной долине делаю свои дела а тут он мне открывает глаза и я его до трех ночи выпытываю что как это делать в итоге он мне рассказывал все но я ничего не врубаю он говорит для тупых есть подкаст и кстати ребята если вы слушаете это видео если вы это сделаете на вас повлияет просто на меня это повлияло я хочу вам поделиться bigger pocket на английском языке под каст либо по-русски что-то подобное найдите о недвижимости без никакого хайпа без никакого там преувеличения просто жизненная история людей я прослушал все эпизоды и я говорю серёга я все прослушал там три года всех записей что дальше он говорит удивился что все просто и он говорит погнали со мной на саммит инвесторов в сан-франциско они меня вдохновили и я понял что самый правильный способ это или самый легкий на способ войти в инвестиции недвижки это программе fha три с половиной процентов первый взнос на любой почти на любой на который ты квалифицировался допустим дом стоит 100 тысяч это когда первый раз в жизни дом покупать на самом деле лайфхак все думают что это первый раз на самом деле его можно делать каждый год покупаешь дом за 100 штук за три с половиной тысячи долларов первый взнос да живешь там минимум один год и потом этот дом взлетает цене если все хорошо с экономик ты его перефинансируешь на обычный займ 20 процентов есть деньги на второй взнос и потом можешь деньги а может то же самое fha ну да использовать каждый в итоге у нас так случилось мы купили на улице мигрантов форплекс страшная улица была все было страшно но то что я мог позволить за копейки ну-ка копейки 280 штук мы живем там увиливаемся от пуль я привлечу район был не очень у меня дети растут в нашем районе я постучал по всем дверям нашел хозяева таких домов этих форплексов и сказал ребята давайте делать ремонт итоге за три года мы нашли более 100 русскоязычных иммигрантов русских у меня у самого друзья у вас живут ложкин сергей да да то которые у меня в форплексе жили где я жил еще прикол знаешь серёга они заселились три года назад или два года рядом я помог заселиться семье из казахстана и там пара одногодки карина и серёна встречаются поженились сейчас да они жили по соседству и у меня при по приколу я сыграл какую-то роль косты на чьей-то судьбе поздравляю с ребятами они очень классно что мне самое прикольное наши но прибывшие иммигранты они очень порядочные жильцы есть такой уровень или категория людей которые живут в плохих районах курят траву им все параллельно нету стремления в жизни нет целей просто живут а иммигранты они сюда пришли чтобы рвать америку на часть ну в смысле успех просто достигать прогресс у наших иммигрантов замечается очень классно поэтому я мне очень приятно помогать им заселяться я просто заселил без никакого там интереса я просто хотел улучшить нашу улицу и потом вижу спрос есть короче понял что я в итоге нечаянно стал типа блогером маленький встречать в аэропорту им нужна помощь поиска аренды поиска машины поиска всего и у меня очень много классных попалась в жизни волонтеров добровольцев которые тоже отзывчиво безвозмездно да просто помогают людям нет эти люди нравятся это по моему сердцу люди то есть это одна это такая глобальная тема вообще куда я пришел а именно о теме недвижка да давай пройдем с поздания а майк очень классный наш контрактор вот если взглянуть на улицу дом выглядит старинно кстати надо дому больше 100 лет мы когда его покупали он был такой немножко но до спор подшатанный видишь как мы менять крышу ремонтировать и возможно продавать если будет смысл сейчас такой хайп воспользоваться чуть ли не грех здесь у меня живет долгожитель в этом маленьком доме youtube студии живет здесь 18 18 лет и он не хочет сижать мы предлагали нет поднимите мне аренду но я не свет и мы подняли аренду здесь живет девушка из сан-франциска какая-то программист она так удаленно живет здесь нет дуб упал повредил машину страховка слава богу все выплатила всеми я остался надо в общем здесь мы делаем ремонт извините за такой масс стройка в процессе у меня в airbnb у меня были плохие случаи но за последние пять лет аренды у меня в основном я в плюсе если там пропорции проговорить допустим если можно сдавать однушку 800 900 баксов я говорю за те года когда я начал в airbnb я сдаю если посуточно я могу поднимать три три с половиной две с половиной тысячи если посуточно это много но если долгосрочно я смотрел вас там 1800 1700 она сдается уборка туда-сюда а если долгосрочно я не вовлечен они сами помогают свой шампунь сами покупают все свое лайфхак в недвижимость это airbnb знаешь кого-то или у тебя знакомые или ты просто увидел в квартира сдается и неважно где вы там в кривом рагу в пятигорске нашел квартиру сдается в аренду и ты знаешь что в этом городе есть спрос туда приезжают турист или не только турист просто люди по бизнесу ты мобилируешь его потратил штуку баксов за миску ты на себя взял электричество газ интернет все на свете ты отбиваешь за полгода свои вложения и потом ты чистый плюс да вот это классно самая фишка найти менеджмент компанию которая согласится с тобой работать не все еще осознают airbnb это такое более-менее новое явление некоторые наслышанные испуганы и в некоторых городах их давят нью-йорк чикаго сан-франциско они там очень сильно ограничены потому что лоббисты гостиницы терять сумасшедшие бабки альтернатива гостиницы я не помню когда последний раз в гостинице останавливался да это скучно потому что airbnb есть свой характер сейчас люди обращаются я там хочу сдавать квартиру я знаю что airbnb хочешь мою квартиру и мне они говорят менеджер too much мы вовлечены слишком я как-то уже от футболе либо своим ребятам вдохновил в нашем городе где-то почти 30 airbnb гостиниц и все полные у меня есть нетворк своих ребят когда мне иммигранты приезжают просят пожить по конечному я говорю ребят у кого-то есть на 10 дней и что-то все полно поэтому все по цифрам прогоните если в штатах и выделить ведете этот бизнес у меня иммигрант из киева руководит целым форпикс 4 тир он поднимает 12 15 тысяч вместе он по суточному вовлечен это с воздуха такой баб поэтому спрос есть там еще зависимости насколько человечным к людям чарджет зато за все за на курилу тура ровно тоже самое я сначала к ним был добрый заправить не с ничего страшного дома электричество дешевое все вот это убрать то ладно чуть-чуть не сильно запачкал а потом пошло так вот фишка в airbnb вот мой друг который из киева он говорит на их 20 процентов дохода 15-20 именно я там они поцарапали там они накурили у меня в основном нормальный опыт меня на три плохих опыта где заселились проблемные люди и потом человек говорит на три дня заселились он говорит я прихожу на следующий день а моя девушка спит каким-то темнокожим амбалом я убираю я cancel резервацию он так cancel бабки ему вернулись а результат у меня остался теле амбалы там да и я прихожу ребят я открываю дверь мою квартиру там пять человек или 5 или 6 это жарят там варят я не знаю короче на 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 моей квартире когда у меня абсолютно запрещено я говорю ребята вы вы по резервации вы должны съехать вообще и они не короче я в airbnb потом звонил говорю ребят у меня проблема они говорят обращать в полицию я полицию звоню полиция говорит обращайтесь к адвокатам а в калифорнии вы знаете что можно не выгнать вообще людей по-хорошему поговорил ребят я знаю что у вас проблемы там поссорились мне нужно освободить квартиру потому что завтра мне заселять и мне нужно мало того что ваш марихуану убрать мне нужно поменять все ваши сгоревшие одеяло короче я в минусе в этой квартире на 1000 баксов я запросил airbnb тысяч 800 и они мне 1000 1200 короче прислали деньги на 600 бакс да не мне 600 половину прислали а на другом они меня там люди заселились три месяца жили я не знал я знаю что их приезжали арестовывали несколько раз и их забирали в тюрьму там такие проблемные люди американцы которые вот таким которым все бану по жизни они курят не не работают ничего но я не знаю откуда у них бабки были зарезервированы им надо было свалить они они там так захайли квартиру я такого не видел в жизни а сколько у вас вот по времени в среднем подготовить его вот подписали контракт на аренду и мария прошлом дома который у нас на бродвей в даунтаун взяли ноябре и мы начали ездить по магазинам искать холодильник искать сушку то что тут кстати двойную и очень тихо найти нам почти 700 стоит мы в три в сторе в русском нашли ее за 300 искали искали всякие вещи вайки и в основном много еще такие как постель посуда мы находим вайки а вот такие креативные старинные вещи более по городу или таких магазинах как даст чип и либо онлайн афра по времени примерно месяц а реально так долго да смотря что какой-то скорость раке у меня два малыша я у меня полтайм работа и еще 14 других работ я понял я понял если взяться то за неделю можно обставить да если это фулл-тайм работ мы это обставили за месяц потому что некоторые вещи по интернету диван шел три недели там еще какие-то вещи ковры шли с интернет то что много вещей мы с интернета я не терял момента я нашел иммигранта который негде было жить я говорю давай хочешь у нас на объекте потом не готов живи за 30 баксов и он рад был мы были рады и мы а потом уже начали зарабатывать через месяц в лакшери прикольно что аудитория как я сказал хорошая аудитория более требовательны да но они не вредны они не могут не не испортит тебя не на куры ножи и посуда это все надо или по желанию если ты заешь в лонгтер там должно быть все до шампуня до туалетной бумаги там есть список да не то что список а если ты хочешь быть бизнес то есть такая категория у тебя должна быть гладильная доска утюб все фен все для бизнеса а иногда мой первый арбнб когда начал когда свой арбнб я же ждал своих родственников из днепропетровска из запорожья они ехали ехали пока не ехали я думаю что пустует квартира сдал его на арбнб купил просто стол диван кровать и все ничего больше и люди забукались они принесли все свое они жили там три месяца и они были рады я думаю спрос есть я в итоге поставил там больше картины повесил телек повесил всю посуду принес меня нет простое ну классно допустим из 30 дней у меня может быть один день или два но я видел там оно далеко во всех почти забито да то есть просто сумасшедший главный вопрос менеджмент как начать или как найти владелец который согласится на это как я моем случае мой первый судьбу субаренда в этой квартире это наша квартира мы ее купили в 2017 году мы ее сдаем мы сами себе хозяева но есть вариант где без вложений больших ты можешь получать примерно такой же cash flow это найдя менеджера или хозяина квартир как я уже говорил договорился с ним что ты будешь сдавать эту квартиру на арбнб чтобы не было него сюрпризов он узнал что ты будешь на этом бизнес сделать и даже иногда он захочет но если ты будешь бизнес тогда плати мне чуть больше там 50 на 100 на 200 ты говоришь что эта квартира будет всегда в чистоте будет порядок я занятия буду следить потому что мой бизнес зависит от моих фидбэк от рейтинга и на самом деле тут надо прям следить если у тебя что-то произошло там не работает это и ты должен прямо звоните я вам сейчас привезу и должен найти заменить то что у них не работает и они это оценят они говорят молодец классный хост ставлю 5 звездное что ревью а клейнин лейдена энджест лист где-то там находить можно энджест лист но у нас поскольку мы город иммигрантов кто хочет поработать 100 баксов 50 баксов зависит какая работа девушки парень в основном девушки приезжает справляется и очень качественно так что найти человека надо его убедить что ты профессионально будешь заниматься а если у тебя экспириенс есть это уже классно но часто ребят с нуля начинает просто убедите хозяина что или пригласить дайте ему мотивацию то что тут будет профессионально заниматься рбмб холст всегда чисто красивый блестящий это ему нравится никто не забросит в квартиру никто там уже можно включать рбмб иншуренс и кстати такая безопасность вы можете хостом который сдают в аренду квартиру не хостом а я думаю начнем можно еще раз встретиться покажу как прогресс будет интересно снять историю я готов проанализировать подсказать что тебе надо докупить что тебе надо сделать как настроить и канал или свой этот холст вот фишка ютуберов и людей которые 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 грязь горя глаза как у тебя ты можешь inspire вдохновлять и они могут делать через лет пять процентов 50 подписчиков станет миллионерами благодаря тебе вы соберете такой клубы миллионеров и быть где-то на яхте надо тусоваться и вот мне это нравится в ради этого я и делаю youtube вдохновлять людей на какие-то подвиги на какие-то движения да вы можете все и завалить вы можете потерять несколько тысяч долларов 100 если вы не попробуйте вы так и не узнает на дождь или не получит пробуйте если завалится все все плохо пробуйте еще раз пробовать пока что-то не заработать не в разных сферах прикольно что ты пробуешь себя в тачках в туров флипах во всяких сферах и домах просто такой секрет или все это знаю даже в соединенных штатах больше всего миллионеров стала в real estate они стали благодаря недвижимости это просто банально и просто поэтому залетай в эту сферу и начинай крутиться начинай интересоваться и тебе успеха всем твой подписчик поэтому как-то увидимся еще рад был познакомиться я еду домой классно пообщались я уверен еще встретимся все базовые принципы я понимал в каких-то моментах я например не знал как мне найти менеджмент вы сами слышали тут надо общаться договариваться человек без спроса владельца хотел это сделать казалось бы в тех же апартментах его просто выгнали отсюда нужно обсуждать и говорить что ничего плохого там с вашей недвижимостью не случится для ну а и хорошего для всех колеси и для битвы а а а а а а а